Великой Октябрьской социалистической революции 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 Завтра страна отмечает День экономиста и поздравляя экономистов с этим днем в прошлом году я напомнил старую притчу, которую услышал 25 лет назад в период гайдаровских реформ от моей преподавательницы политической экономии. Вопрос. Какая профессия древнейшая в мире? Ответ. Нет, не то, о чем многие подумали. Мир возник из хаоса. Если был хаос, значит были экономисты. Понятно, что экономисты бывают разные. Одни умеют вводить мир в хаос, другие вводить из хаоса, то есть из кризиса. Причем, чем дальше, тем больше серьезной экономической наукой обладевает идея так называемой социоэкономики. К чему я это говорю? Сегодня в повестке Государственной Думы два законопроекта на эту тему. Один касается бюджета пенсионного фонда 2017 год, другой касается сопровождаемой занятости для людей с инвалидностью. Начну с того, что пенсионный фонд и в 16-м, и в 17-м годах не финансировал индексацию пенсий работающих. Не все понимают, что помимо того, что это приводит к снижению уровня жизни пенсионеров, а об этом говорил, между прочим, Максим Топилин, министр труда на съезде Единой России, помимо всего прочего, это еще и крайне вредно для экономики. Мы посчитали, например, сколько потерял бюджет Омской области в прошлом году в результате отказа от индексации пенсий или неполной индексации пенсий. Так получилось 8,5 миллиардов рублей или седьмая часть бюджета Омской области. Сказывается ли это на экономическом росте? Очевидно. И кризис, который мы получили, во многом связан с этой самой антисоциальной политикой. Мало того, по нашим расчетам, потери пенсионного фонда от того, что люди перестают работать или, по крайней мере, оформляться на работу, примерно вдвое превысили экономию, которую пенсионный фонд получил в результате отказа от индексации пенсий работающих. Сегодня вновь мы будем спрашивать руководителя пенсионного фонда, есть ли у них такие же расчеты, но мы точно знаем, что расчеты существуют у экспертов социального блока в правительстве. Они немного от наших отличаются, но вывод тот же самый. Потери больше, чем экономика. Скупой платит дважды, а ГОПСЭК умирает на богатстве, которое он скопил, но не использует. Уверен, что через год у нас снова актуальной станет тема, связанная с повышением пенсионного возраста. Но при этом автор этой идеи Алексей Кудрин параллельно сообщает, что в России на 10 тысяч жителей в год вводится 2 робота. В Китае 36, в Южной Корее 474. Так может быть будем все-таки вводить роботов, а не повышать пенсионный возраст. Заканчиваю. Поздравляя экономистов с наступающим днем, хочу пожелать, чтобы у нас в России, наконец, финансово-экономический блок в правительстве возглавили. Те, кто умеет вводить страну из хаоса, а не те, кто в хаос ее вводит. Спасибо. Коротко о двух медицинских вопросах, которые сегодня будут рассматриваться в ходе сегодняшнего заседания. Первый вопрос касается финансирования лекарственного обеспечения больных с орфанными заболеваниями. Я напомню, что фракция неоднократно ставила этот вопрос и на заседании Комитета по охране здоровья, и на заседании всей Государственной Думы. К большому сожалению, на 2018 год правительство Российской Федерации отказалось софинансировать расходы регионов. Это приведет, естественно, к крайне нежелательной и тяжелой ситуации в части обеспечения необходимыми, жизненно необходимыми лекарственными препаратами для тысяч наших граждан. Предполагается, что с 2019 года, возможно, эти полномочия будут частично переданы на уровень Федерации. В 2018 году они решены не будут. Естественно, мы будем настаивать на заседании и профильного комитета, и комитета по бюджету на принятии соответствующих поправок. Но в настоящее время, к большому нашему сожалению, позиция правительства Российской Федерации непреклонна. Я повторяю, эта позиция сегодня напрямую определяет здоровье, а то и жизнь многих тысяч наших граждан. Ну и второй вопрос, который сегодня поддержит на заседании Государственной Думы фракции КПРФ, это вопрос о введении с 1 января 2018 года маркировки всех лекарственных средств, которые подлежат регистрации на территории Российской Федерации. Напомню, что до 10% сегодня лекарственных средств, которые обращаются на рынки Российской Федерации, являются либо фальсифицированными, либо контрафактными, либо они перетекают из стационарного звена по разным коррупционным схемам. На наш взгляд, та методика, тот механизм, который сегодня предлагается правительством при должной его доработке соответствующими подзаконными нормативными актами, позволит проследить судьбу лекарства, начиная от производства и заканчивая непосредственно продажей либо в розничную сеть, либо оптовую сеть, если речь идет о крупных государственных закупках. Что позволит, безусловно, отразиться на безопасности лекарственных препаратов и на, собственно, здоровье наших граждан. Спасибо.